Они были главными героями большого кино и российских сериалов, все кричало о большом успехе, но его не случилось. Их звезда погасла, как так вышло. Дмитрий Тихонов. Помните Гуцула из сериала «Ронетки», который по сюжету почти стал еще одной «Ронеткой», плотно влившись в коллектив девчонок. Многие фанатки сериала были влюблены в этого парня. После «Ронеты» Дмитрий продолжил сниматься, но без особых успехов. Его можно увидеть в сериалах «Обручальное кольцо» и из нового «Такси под прикрытием». Но большой карьеры он не сделал. Кариба Хейн. Сериал H2O «Просто добавь воды» рассказывал о жизни трех девушек, которые превращались в русалок от контакта с водой. Сериал прославил актрису Фиби Тонкин, а вот Кариба Хейн после успеха этого шоу потерялась. С середины десятых она снимается все меньше, буквально по одному проекту в год, и ничего сильно заметного в ее карьере уже случилось. Актрисе 36 лет. Ольга Прокофьева. Жанна Ижевская. Жанна Аркадьевна. Даже Жаба Аркадьевна. В нулевые эта дамочка была звездой сериала «Моя прекрасная няня» и уж точно ничем не хуже Вики. На ТВ Ольга все еще мелькает, но в ролях второго и третьего плана. Зато активничает в театре. Во всю идут спектакли «Пигмалион. Муж моей жены» и «Дядюшкин сон» с ее участием. Актрисе 60 лет. Маккензи Фой. Актриса, наиболее известная по роли дочки Эдварда и Беллы из «Сумерек», после успеха шоу также снялась в «Интерстелларе». Казалось бы, это прямой билет в первые звезды Голливуда, но нет. Потом было провальное фэнтези «Щелкунчик» и «Четыре королевства» и «Диснеевская черная красавица». Впрочем, Маккензи Фой всего 23 года, возможно, все еще впереди. Ана София Робб. В детстве девушка была на расхват, она снялась в хите «Мост в терабетию» и воплотила образ юной Кэрри Брэдшоу в сериале «Дневники Кэрри» о молодых годах будущей журналистки. Однако чем старше она становилась, тем меньше громких ролей ей доставалось. Сейчас Робб 30 лет, а хоть немного заметные проекты закончились еще в 2010-х «Джулия Винтер». Джулия Винтер снялась всего в двух фильмах, ее дебютом стала роль противной девчонки Верутки Солт в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». Потом был проект «История дельфина 2», он случился аж через 10 лет после первой роли. И на этом все. Фрима Аджиман. Поклонники «Доктора», кто периодически вспоминает старых спутников «Доктора» и в топ лучших неизменно попадает смелая Марта Джонс. Вот только сыгравшая ее Фрима Аджиман не смогла добиться внушительных успехов в кино. Из последних заметных проектов можно назвать разве что крошечную роль в «Матрице. Воскрешение». Актрисе 44-го года и пока все ее успехи исключительно в прошлом. Анна Горшкова. Крепостная Полина и ее зажигательные восточные танцы запомнились многим зрителям сериала «Бедная Настя». Анна продолжила играть в российских сериалах, ее можно увидеть в проектах «Дорогая Маша Березина», «Провинциальные страсти», «Дом с лилиями» и других. Но каких-то больших ролей в ее фильмографии больше не наблюдалось.